Представители прокуратуры, следствия и полиции назвали самые коррумпированные районы края. В это число вошли Красноярск, Канск, Ачинск и Шарыповский район. На традиционной пресс-конференции силовики подвели итоги и поделились ходом расследования коррупционных скандалов в городе. Подробности самых громких дел собрала Алена Крашенинникова. Общий размер полученных взяток в крае превысил 32 миллиона рублей. По Сибирскому федеральному округу на 100 тысяч населения совершается 16 преступлений. По краю 17 преступлений. Каждое четвертое коррупционное преступление в крае связано со взятками. Каждая вторая взятка совершена в значительном крупном или особо крупном размере. В 2021 году средний размер взятки в крае по сравнению с прошлым годом повысился, составил 908 тысяч рублей. То есть одно преступление по взятке это 908 тысяч. То есть все преступления разделили на количество и получаем такую цифру. В прошлом году эта цифра соответствовала 856 тысяч рублей. Немножко опережает аппетиты взяточников в официальном уровне инфляции. Вот такая лаконичная, но все же достаточно точная статистическая картина в сфере коррупционных преступлений. Каждый второй взяточник, говорят в органах, представитель госвласти или местного самоуправления. Тем не менее рекорд по размеру незаконного вознаграждения в этом году побил не чиновник. Пять квартир на сумму 7,5 миллионов рублей получил за помощь в земельном вопросе начальник мастерской городостроительного проектирования Антон Пагурец. Дело хорошо продвигается вперед в сторону судебного разбирательства. Доказательства там неоспоримые. В принципе можно сказать, что финал близок. Рекорд, который поставлен по курсам по сумме в этом году, антирекорд 7,5, да, оценка квартир. Это, конечно, войдет в аналог истории 21-го года. Еще одно громкое дело, по которому дали комментарии представители органов, это дело Вячеслава Скибы. Напомню, его подозревают в получении взятки за покровительство наркобизнесу. Полковник Скиба уволен приказом министра внутренних дел, зорвинов внутренних дел. Значит, материалы оперативно-ростной деятельности переданы в порядке статисту 44-145, и Следственный комитет для принятия решения. Есть конкретные сроки, есть полномочия. Я думаю, Следственный комитет принят достаточно объективное решение. Вспомнили сегодня и другие громкие дела уходящего года. Например, рассказали о проблемах с декларациями о доходах. Только в этом году из-за ошибок в документах работу потеряли 17 человек. Или про постоянную коррупцию в сфере лесозаготовки. А еще о громком присвоении 4 миллионов рублей с федеральных денег подрядчикам в Минусинске, которые должны были пойти на благоустройство общественного пространства. Туда же можно отнести и сферу ЖКХ. Накануне уголовное дело прекратили в отношении экс-директора УК ЖСК, но не прекратили расследование против управляющей компании в целом. Точка не поставлена. Мы имеем соответствующие материалы проверок, которые в дальнейшем будут представлены общественности по принятию процессуального решения. Поговорили и о здравоохранении. Например, вспомнили дело экс-главы перинатального центра Андрея Павлова. Дело на него завели еще в 2017 году. По версии следствия, он получал откаты от поставщиков медоборудования. В этом году состоится приговор. Какой он будет загадывать, не могу. Долго согласен. Полагаю, что на следующий год, на пресс-конференции, этот вопрос мне уже не будет задаваться. Будет это уже освещено. Актуальные же дела с коррупцией в медицинской сфере обстоят так. Шесть уголовных дел завели на врачей, торговавших липовыми сертификатами о вакцинации. А в МВД заявили, что вместе с Минцифрой они готовят специальную программу для отслеживания поддельных QR-кодов. Программа уже практически готова. И после принятия соответствующих решений нам позволит в более большом и серьезном объеме идентифицировать граждан, которые пользуются незаконными услугами и применяют фальшивые сертификаты в своей последневной деятельности. Но есть и те области, говорят следователи и правоохранители, где коррупция все-таки снижается. Сотрудники МВД одни из немногих, кто регулярно отказываются от взяток. Таких за последнее время было 23 человека. Так, 4 тысячи не взял полицейский в Шарыпово, когда один из предпринимателей попросил его прекратить дело в отношении него. За отказ от взяток сотрудники полиции получили вознаграждение.